Вот мы и приехали в маленький, уютненький городочек Ува. Конечно, здесь нет каких-то там достопримечательностей, как в городе Ижевске или в других каких-то крупных городах России. Здесь обычная жизнь, обычная настоящая жизнь. Поэтому главная фишка этого места – это природа, это тишина, спокойствие у маленького провинциального городка, это моральный отдых и чудесные люди. В городке под названием «Навашина» потихоньку живет работящий народ, по-простому, по-русски, по-нашему. Всякие экзотические животные – это, конечно, прикольно, и мы их вдоволь насмотрелись. Но в деревне есть своя фишечка. Наши родные кошечки и Люсечка наша родила троих котят. И вот сейчас я Сашку уговариваю забрать всех троих сразу. Нет, не отдашь? Он кушает, а ты его сейчас убираешь. Тогда серого. Смотри, какие они хорошенькие все. Так забавно вытаскивает котенка. Я думала сначала, что она пытается голову откусить, она засовывает почти всю голову в рот и тащит. И так по одному. Мне голову в рот, она за шкирку берет. Ну, не знаю. У нее такие маленькие головы, что еще не полностью голову в рот. В общем, берет, одного уже тащила, пока у нас осталось двое. Сашка, хватай, пока не поздно. Вы можете себе представить, что вот этот вот серенький комочек когда-то вырастет и станет настоящей кошкой? Мне было сложно. Такие маленькие лапки, маленький хвостик. Так сердечко бьется прикольно. Очень маленький. А еще можно заняться тем, чтобы погонять куриц. Привет, дамы. Мне кажется, они сюда клюнут. Бежим отсюда. Это они всем коллективом? Это сколько там? Тут шесть. Вот, видите, самые свежие яйца. Самые свежие, настоящие деревенские. Вот за что мы еще очень любим деревья. За то, что мало того, что здесь свежие продукты, так еще мама потрясающе вкусно готовит. И мы отсюда уезжаем на несколько килограмм тяжелее. Но это круто. Стеснялся есть при мне, взял хлебушек и утащил его в себе в будку. Я про тебя рассказываю, про тебя. Мы с Сашкой вечно получаем от родителей за то, что когда приезжаем в деревню, стараемся постоянно накормить черныша чем-то вкусным мясом или колбаской кошку. А мама потом говорит, что они мышей не ловят, они есть ничего другого и не хотят. Но они же не глупы, они же понимают, что колбаска-то это вкусно. Саш, смотри, в деревне, ну, для нас, как туристов, круглый год можно найти что-нибудь интересненькое. Летом мы ходим за грибами, осенью гуляем по лугу, купаемся, еще что-то. А вот что можно придумать сейчас, когда еще лежит снег, и когда, по сути, особо в лес ты не пойдешь? Что можно делать такого, что я еще не знаю? Расскажи. Березовый сок. В общем, мы идем охотиться за березовым соком. Настоящим березовым соком. И мы будем добивать его сами, как самые настоящие добытчики. Только папка уже добывает за нас. Нет, он должен был нас дождаться, побежали. Сейчас мне доверили важную миссию. Я могу попробовать березовый сок? Нет, не так. Голову туда наклони. Нет, 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 нет. Так, давай, давай, давай. Вот. Нет. Я пью что-то из дерева. Он такой сладковатый и прохладненький. Кровь пьешь ты. Березовый, березовый кровь. Вкусно, очень освежающе. Сейчас еще попробую это воткнуть. И поставим. Сейчас, слабая, мне кажется, конструкцию. Ты можешь. Это у меня идет профессионально. В общем, очень вкусно. Мне понравилось. Там горячим хлебом пахнет в доме нашем. И бежит куда-то под горой река. И дорогу гуси переходят важно. И во враге шмель мохнатый пьет рассус цветка. Почему радуешься? Здесь так хорошо, я не могу. Здесь как-то морально отдыхаешь душой. Даже ничего делать специально для этого не надо. Просто смотришь вокруг и отдыхаешь. Что еще надо после большого города? Приехать в доме, в деревню. Что ты меня снимаешь, скажи? Ты же домой приехал. На родину. Ну, не домой, на родину. Дом у меня все штыки уже не тут. А родина тут. А все равно, какое ощущение, вот эти познакомые места. У меня с Дитуро случился. Мало того, по этой дороге, по которой едем, мы готовились к весеннему марафону. Мы здесь бегали. Ты всех победил? Нет. Собственно, сейчас мы расскажем, куда мы едем. Мы едем в маленький, симпатичненький городок. Или поселок городского типа, как правильнее. По-моему, ты меня сейчас обманула, да? Ну, с утра начала обманывать. Почему? Потому что мы все эти видео записываем для себя, для себя этого альбома. А ты сейчас вот так все рассказываешь. Я понимаю, что ты это рассказываешь зрителям. Ну, там посмотрим. Ну, это в том, что мы едем в поселок городского типа Ува. Вот, для того, чтобы залить, ребята, видео для вас. Потому что у нас здесь в деревне интернета нет. С телефона у нас просто не хватит... Трафика не хватит. И мы едем в гости к нашим родственникам, к Сашке, к двоюродному брату, с супругой Наташкой. Они не только наши прекрасные родственники, они еще и самые... Они и самые благодарны наши зрители, которые не пропускают ни одно видео. И которые всегда путешествуют вместе с нами, хотя бы морально. Поэтому сейчас мы едем к ним в гости. Едем первый раз. Мы не видели ни в квартиру, ничего. Для них будет сюрприз. Они не знают, что мы додумаемся приехать с камерой. Вот. Ну, это будет еще интереснее. Вот. Поэтому пойдем к ним в гости и заодно сделаем приятность, полезность. Залем для вас видео. Ура, вида! Прости, надо по-другому говорить. Как? Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. Прозвонили брату. Сказал, домофон не работает, так открывается. Да нам повезло. Пойдем на пятый этаж, здесь лифта нет. И вспоминается сразу наши походы ко всяким водопадам, горам и так далее. Сейчас будем делать сюрприз. Сюрприз. Вот такой вот сюрприз. Привет, Наташка убежала. Знакомьтесь, это Влад, наш брат. Она сказала, я не в форме. Она всегда в форме. Это Наташка, знакомьтесь. Что мы можем сказать? Посмотрели квартиру ребят. Очень уютно. Сразу видно, что сделано с душой. И от душа этого дома, вот эта чудесная киска, зовут ее, знаете, как Феодосия. Потому что Наташа была, как раз приехала из Крыма, когда это чудо в перьях, по словам Лады, нагло забежала к ним в квартиру, спряталась под диван, и они просто не смогли ее достать. Кошка решила, что останется здесь жить. Кажется, жалко, что камера не передает, ребята, запахи. Но Наташа тут что-то делает. Еще дома. Обалденно. Это курники, как мне объяснили, это делать что-то свое на тесто. Там мясо, курица и картошечка. Тебе про курицу никто не говорил. Как? А в чем-то курники. Пойдем накрывать на стол. В общем, не знаю, что это такое, ребят, но... Ну так потрясающе пахнет. Короче, знаете, что мне напоминает? Мне напоминает манты, вот такие сочные, нежные. Только мясо обычного теста, слоеное, хрустящее. Есть Пура Вида Коста-Рика, есть Панама. Это все, чтобы вы сами выбрали. Панама. За встречу, улыбнитесь, вас снимала скрытая камера. И все было хорошо. Ждем самого важного зрителя. Кто может пропадать? Привет. Привет. Камера тут улыбается. С тобой поздороваться, заходи. Или ты стеснительная, как сестра? Стеснительная. Привет. И сегодня с вами опять Казакова Анна Андреевна. И сегодня мы с вами поговорим о группе «Куда поехать». Я с Юлей и Сашей, и они мне подарили магнитик. Откуда они тебе подарили магнитик? Катапука. Коста-Рика. Это канал «Куда поехать». Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и рассказывайте о нас друзьям. Всем привет. Это канал «Куда поехать». И у нас в гостях сегодня Анечка Казакова из УВ. И сегодня Анечка хочет сказать, что это очень важно своим друзьям, одноклассникам, потому что она наш самый преданный зритель, чудесный человечек, которого мы очень любим, ценим. И сейчас говорит Анечка. Всем привет. Привет, Эльвира. Привет, Тася и все мои одноклассники. А также, я думаю, Анечка хочет передать привет маме и Наташе. Путешествуем с нами. Путешествуем с нами. Пишите нам, ребята. Мы будем рады видеть и знакомиться с каждым. Ну вот, первая решилась Анечка, и она молодец. Давай поживу твою смелую, храбрую руку. Всем пока. Нас накормили, напоили, показали свадебные фотографии. Уже Наташа от нас не прячется на кухне. В общем, отличная хозяйка. Спасибо, ребята, огромное. Вот, да. А чего одна в камере стоит? Никто не знает. Так что, знакомьтесь, это наши родственники и наши любимые-любимые зрители. И я тоже родственник. И я уже сюда, в ум, отдыхать, морально отдышать. Ну, мы же обещали, что не будем ничего снимать и показывать. Мы отдыхать приехали. А мы и отдыхаем, Саша. Шашлык? Шашлык. Давай. Саша, а почему твоя папка, пока нас не было, сделал два скорешника? Это же не я, это моя папка. Поэтому не знаю. Всегда мечтала посмотреть, как делают скорешники, как их вешают и как в них живут скворцы. А хитрый папка сделал так, пока нас не было дома. Изготовил два скворечника. Изготовил два скворечника. И мы видим только результат. А как это все делается, как это все непросто, мы никогда с вами не узнаем. Вот так. Сейчас ищем место, куда повесить. Угу. Домик окнами в сад, там, где ждет меня мама, где качала мою по ночам колыбель. Папа, мы сейчас ехали, на дерево было вот такое объявление, куплю какую-то чагу задорого. Что такое чага? Давай, давай, Горяшки, пойдем покажу. Пойдем. Пойдем. А вот так вот выглядит чага. Она растет на дереве. Вот этим местом дерево. Он легкий? Да. А здесь смотри, какой прикольный. Это уже чага-чага. В общем, узнали еще что-то новое, ребят. Чагу я вижу в первой жизни. Давай загадывай с желанием. Теперь самое главное, узнать, для чего эта чага нужна. Выглядит она прикольно, деньги за нее дают. Но сейчас я буду пытать маму, которая, кстати, с Сашкой готовит шашлыки, но я не могу не спросить, мама, что такое чага и почему за нее деньги-то дают? Это лекарственное сырье, противораковые болезни лечить. Поэтому вот его закупают. То есть оно как рак уберешь? Да, оно является раковой опухолью деревьев. Да, да, и лечит. А лечит человек от рака? Так вот, из-за этого вот люди покупают, пьют. Вот представляете, ребята, я не знаю, вот такое природное средство и хорошая такая очередь. Вот, теперь я знаю, что это такое. Ну ладно, не буду больше мешать, потому что сегодня у нас будут шашлыки. Сейчас Саша с мамой готовят мясо, маринуют. А я пойду посмотреть, посмотрю, как папка растапливает баню. Мне кажется, папка нас скоро прибьет. Они делают важные домашние дела, а мы с Сашей ходим как два папарацци. Не даем снимать, не даем включать музыку, потому что это враг по звуку. Не даем работать. Не даем работать. Но все ради того, чтобы записать это прекрасное видео, показать настоящую жизнь деревни и как все это делается. И через сколько будут готовы наши баны? Примерно полтора часа. И мы пойдем париться? Мы пойдем париться, я пойду париться, а ты ко мне придешь позже, как всегда. Я возьму березовый веник. Вот веники. И скажу тебе большое человеческое спасибо. А ну. А пока топится наша банька. Пойду посмотрю, как мама затапливает печку, потому что она сегодня будет делать какие-то штучки, не знаю, называть, по-моему, перепечь. Это печется, печется в настоящей печи, получается безумно вкусно. Вот. Пойду смотреть, как тут, собственно, печь растапливают и как все это будет происходить. Сейчас узнаю. Да, мам, а скажите, что вы готовите? Потому что я забыла название перепечи. Перепечи. А что это такое? А по-русски я не знаю, как называется. Это удмуртское национальное блюдо. Оно готовится с мясом, да? Ну, да, это будет с мясом. Это другая начинка, с грибами. Перепечи, как уже сказала мама, национальное удмуртское блюдо. И смотрите, готовится в настоящей русской печи. Сейчас там нагревается береза? Береза. Горит береза. Горит береза. Вообще удивительно, ребят, весь процесс приготовления занимает не больше двух минут, потому что начинка готовая, а печка горячая. То есть только все это складывают внутрь и, в принципе, сразу же через пару минут достают. Вот именно вот горячими надо есть. Не распробовал еще. Можно считать, что я тоже принимала участие в приготовлении. Сейчас у меня есть стакан вкуснейшего молока и обалденная вкусная перепеча. Она очень горячая, но тесто хрустящее, нежное, начинка нежная, просто тает во рту. В общем, ребят, это потрясающе вкусно. Это настоящая еда, это такое домашнее саполито сливочное масло. В общем, это очень, очень, очень вкусно. А сейчас я собираюсь пойти в баню. Сашка уже давным-давно там, я только собралась, потому что он очень любит пары и очень любит подольше побыть там один без меня. Я ему не даю нормально париться. Поэтому по понятным причинам в баню мы с собой не возьмем. Ну, максимум, что я смогу показать, только Сашку. Договорились? Договорились. Я еще мальчишкой лет пяти. Бабушкины сказки про любовь и отвагу, где добро и правда за белый свет берегу. Деды вы метали за Берли. Шашлык у нас будет не простой, не просто на углях, а на настоящих березовых, ребят, дровах. Вот папка их сложил вот таким вот домиком, они сейчас очень быстро разгорятся. И аромат уже в костра пошел. Совсем скоро, совсем скоро мы будем кушать шашлык. За что я люблю пятницу, субботу, воскресенье в деревне, потому что в это время собирается вся семья, приезжают все Сашкины родственники. И у нас обычно это самое веселое время в деревне, потому что приезжают родственники, сестры с мужьями, с детками. И мы веселимся. Они ведь приезжают даже тогда, когда нас тут нет. Ах, печалька. Открой, кошка. Привет, это кто у нас за рулем? Привет, Макки. Привет. Сделала салатик? Салатик сделала, ты просто порезала. Ну я старалась, это самое важное. Вообще все, сейчас уже через парочку минут будем ставить шашлыки наконец. Пойдет обалденный аромат мяса. И скоро мы будем удачать в пуст. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пусть Нью-Йорк и Париж Дарят блеск и плестиж Не милей Суеты разукрашенной На реке, на оке От столиц вдалеке Городок под названием Навашина На реке, на оке От столиц вдалеке Городок под названием Навашина Городок под названием Навашина Городок под названием